Продолжение следует... Забыл дать к ним ссылки. Сейчас дам. Первый вебинар состоится завтра. Это вебинар «Тематические коллекции в проектах Директ Медиа». Будет вести Наталья Башкова, наша сотрудница, редактор компании Директ Медиа. И вот ссылка на этот вебинар. И второй вебинар состоится 19 сентября. Будет его вести Алексей Дьяченко. И будет он называться «Система Moodle как инфраструктура информационно-образовательной среды ВУЗа». Этот вебинар для тех, кто интересуется средой Moodle, должен представлять большой интерес. Потому что Дьяченко – это, собственно, Moodle из первых рук в России. Это человек, который, наверное, лучше всех знает Moodle в России. И этот вебинар будет идти в цикле от первого лица. Как всегда, справа от вас находится окно с ресурсами, в котором вы можете скачать текущую презентацию, нажав на изображение дискетки слева от названия презентации. Ольга Ивановна эту презентацию любезно предоставила в общий доступ для использования. Если у кого-то окно ресурса не включено, посмотрите наверх. Есть ряд кнопок в правом верхнем углу. Третья по счету кнопка слева. Открывающаяся папочка желтая. При нажатии на нее открывается, у вас справа от презентации открывается окно ресурса. И последнее мое, как всегда, объявление, перед тем, как объявить текущего спикера, это объявление о том, что у нас за все наши вебинары, участники вебинаров получают сертификаты, электронные именные сертификаты, которые придут вам по почте. Единственное мое объявление дополнительное заключается в том, что сертификаты мы начнем рассылать, наверное, где-то с октября месяца, так что придется немножко подождать. Но все ваши присутствия на вебинарах зафиксированы и будут обработаны. Ну что ж, из общих объявлений у меня все. А теперь я хотел бы пригласить Ольгу Ивановну Бородину, генерального директора компании издательства «Владос», которая прочтет сегодня основной доклад, выступит в качестве спикера сегодняшнего вебинара. Ольга Ивановна, я прошу вас на связь. Добрый день. Павел Юсич, добрый день, участники. Вы слышите меня? Спасибо. Ольга Ивановна, все прекрасно слышно, можете продолжать. Выходите на связь и продолжайте ваше вещание. Все хорошо. Почему? У нас очень большой блок этой литературы. Мы издаем не только учебники, но и все сопровождающие учебники пособий и методическую литературу, как общего характера, так и обеспечивающие предметы, которые изучаются в специализированных школах, и методическую литературу для педагогов, которые работают в общеобразовательных школах, там, где в классах есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Мне хотелось бы сегодня представить эту нашу литературу. В общем, основные блоки литературы очень много, но представить ее, конечно, все не смогу за такое короткое время. Но сразу хочу сказать, что сегодня дети, как вы знаете, обучаются в... дети с ограниченными возможностями здоровья, они обучаются как в коррекционных классах, в общеобразовательных школ, таковые еще сохранились, как в общеобразовательных классах вместе с детьми с нормой, и в специальных общеобразовательных организациях, там, где осуществляется обучение детей с определенными ограничениями здоровья. Мы работаем фактически во всех направлениях и обеспечиваем почти во всех направлениях все четыре варианта, которые сегодня представляют адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме слепых слепых, слепых детей мы не обеспечиваем, потому что эта специальная литература, она обеспечивается другими недоразвитиями. Но что касается детей с трудными нарушениями речи, с общим недоразвитиями речи, слабослышащих, поздно оглохших, детей глухих, детей с задержкой психического развития, и детей с расстройствами аллергического сектора, мы такую литературу выпускаем. И выпускаем такую литературу не только для детей, но и для педагогов, для того, чтобы педагог, который работает в общеобразовательной школе, в школе мог, исходя из тех возможностей, которые дает наша методика, чтобы педагоги могли, она помогает педагогам понять, как работать с ними, которые сегодня обучаются в их классе, и вместе с детьми с нормой. Что с этими детьми делать, как их обучать, как с ними правильно работать. Хочу представить сегодня то, собственно говоря, чем занимается издательство. Какие наши задачи? Наша задача, прежде всего, обеспечить необходимой литературой педагога и ребенка обучающихся, помочь родителям, чтобы их вооружить той суммой знаний, которые необходимы им для воспитания и образования детей, применять дети с ограниченными возможностями здоровья в семье, воспитать и обучить самого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, дать этому ребенку важные жизненные знания и навыки, ну и помочь ему преодолеть трудности общения с внешним миром. Вот такой широкий спектр литературы, собственно говоря, укупает наше издательство. Я специально распределила нашу литературу по федеральным государственно-образовательным стандартам, по блокам соответствующим. Федеральный государственно-образовательный стандарт начального общеобразования других обучающих, мы разделены четыре варианта. И, собственно говоря, первый вариант, это фактически во всех госстандартах, это обучение вместе с детьми с ненормой, то есть это обучение в общеобразовательных классах, по общеобразовательной программе. Это то, что мы называем сегодня инклюзией. Мы готовим литературу вот для детей, соответственно, для детей, обучающихся глухих детей. У нас сегодня есть такой очень полный комплект по чтению и развитию речи для глухих обучающихся по варианту 1 и 2. Этот комплект у нас 1 по 5 класс. Учебники для 1 класса, 2, 3, 4 и 5 полностью все готовы. Они все эти учебники снабжены металлической литературой. Готовятся к ним на сегодняшний день рабочие стандартам. И каждый из этих учебников имеет сегодня электронную версию. Вот здесь, вы видите, на слайде показаны диски, которые снабжены сегодня учебники. Первый тираж этих учебников мы снабжали детям, здесь к ним приклеивали учебники. Сегодня электронную версию можно посмотреть на сайте издательства, ну и можно приобрести некоторые школы, работают именно по электронной версии. Авторы этого комплекта, учебников, подготовили и учебник по литературе для 6 класса. Дети, которые будут и обучающиеся, они учатся с 1 по 5 класс, их программа такова. Однако, перейдя в 6 классе, в общеобразовательные классы, они не всегда успевают за литературой. Поэтому авторы подготовили учебник по литературе 6 класса, который дает возможность учителю, если у него есть такие классы, поработать с ними по этому учебнику, который дает возможность еще один этап, еще один переходный период в 6 классе для этих детей организовать. Для глухих обучающихся у нас также есть комплект, он не полный, только для первого дополнительного и первого класса. Комплект Речицкой, перенобирьбурное закомнение с окружающим миром. Он тоже также полный комплект, он имеет и рабочие тетради, и электронные формы, и металлическое сопровождение, но он ограничивается именно первым дополнительным, первым классом. Также у нас есть учебник для второго класса, мы тоже считаем, что это учебный металлический комплект, потому что он сопровождается и поурочными разработками, но только для второго класса. Авторы сегодняшнего подготовила, чтение и развитие речи для слабослышащих и поздно оглушивших детей. Огромный спектр литературы, который издает наше издательство для педагогов, и в данном случае для педагогов, которые работают с глухими, слабослышащими и поздно оглушившими детьми, у нас есть тоже широкий спектр методической литературы. Методика обучения произношению, методика работы над сложными предложениями на уроках русского языка в начальных классах и коррекционная работа по формированию правильной речи для слабослышащих и учащихся с первого по пятый класс. Это, конечно, не вся методика, которая здесь представлена, но, тем не менее, вот это наиболее такие известные книги и новые книги, которые мы сегодня издаем. Вот, пожалуйста, у нас в этом году появился комплект конспектов занятий с детьми обучающимся и примедленный речевой материал по развитию речевого слуха и слышащих детей. Этот комплект подготовлен педагогами интерната, работающего именно с глухими и слабослышащими детьми. Этот интернат находится в городе Курске. Это очень богатый материал, который наработан педагогами этого интерната, знается, когда при работе с детьми. И вот сегодня можно с этим материалом уже познакомиться. Что касается обеспечения Федерального государственно-образовательного стандарта начального общего образования слабослышащих и поздно оглопших детей, то у нас также есть ряд позиций, ряд позиций, которые тоже может интересовать педагогов, работающих с этими детьми. Очень давно наше издательство работает с таким учебно-методическим комплектом по русскому языку. Он подготовлен с 1 по 5 класс для слабослышащих и поздно оглопших обучающихся. Он соответствует второму варианту адаптированной программы, второму отделению, варианту 2-3. Это полный комплект учебников по русскому языку. Подготовил его Зикилис, автор. Каждый класс, первый класс в трех частях, второй, третий, четвертый, пятый в двух частях. К нему также имеются электронные версии и общее методическое пособие. К сожалению, автора уже нет среди нас, и поэтому методических пособий и поручных разработок каждому классу, к сожалению, на сегодня нет. Однако, автор подготовил также учебник русского языка для данной категории детей и для шестого класса. Хотя обучение ведется всего по пятый класс, шестой класс, как еще одна возможность педагогу, имеющему таких детей в своем классе, дать им возможность еще один переходный период пройти. Этот учебник дает возможность этим детям заниматься в их шестом классе по специально для них подготовленной программе. Вот к каждому такому учебно-методическому комплекту у нас подготовлена инфекция, в которой расписано, каким образом можно пользоваться электронной версией. Электронной версией можно пользоваться, можно скачивать электронную версию и на компьютер, и на планшете, и на телефоне. То есть в любой операционной системе наши учебники, нашими учебниками можно воспользоваться. Хочу представить также для вас комплект достаточно известного автора, которого тоже уже нет среди нас, но тем не менее автор известен, потому что книги, этот комплект, из-за книг, читая сам Харсунский, издается очень давно. Это таких три сборника, таких коротких иллюстрированных рассказов, которые предназначены для работы с младшими школьниками, имеющие нарушение слуха. Это такие маленькие тексты, завершенные сюжеты, которые очень близки жизненному опыту этих детей. И с другой стороны, они им понятны и доступны, адаптированы именно для этих детей. Поэтому работать в педагоге, мы знаем, издатели, что есть работать именно с этими книгами для чтения. Дети тоже любят, потому что им понятны эти тексты, они не близки. Ну, хочу также представить несколько металлических пособий, которые и программных материалов по социально-ботовой ориентировке для глухих и слабослышащих детей. Это сборник программ, вы видите. И также здесь представляю сразу, хочу сказать, справочник выпускника. Он касается не только для детей глухих и слабослышащих, но и практически всех детей с ограничными возможностями здоровья. В справочнике выпускника он включает в себя целый ряд таких важных бытовых знаний, суммирует словарь для детей, которые закончили школу с ограничными возможностями здоровья и дают возможность им постоянно свои знания корректировать или как бы восполнять. Также хочу представить новые два пособия, которые у нас вышли, Иванова, Киселева и Тарасенко. Коррекционная работа по формированию правильной речи. Их слабослышащих вот на прошлом языке. Это пособия, которые включают в себя материалы по формированию правильной речи и по использованию архоэтических норм русского языка. Все материалы соответствуют Федеральным государственным образовательным стандартам и адаптированной программе начального образования глухих, слабослышащих и поздноглуших обучающихся. И состоят, состоит, эти пособия состоят, собственно говоря, из двух разделов, где даны задания на первоначальное овладение архоэтическими правилами для освоения чтения и для обозначающими звук. И второй раздел, который посвящен развитию уже приобретенных навыков чтения. Это новое пособие, я его представляю, сегодня фактически первый раз оно у нас только тут вышло. Теперь хочу сказать о тех пособиях, которые издает наше издательство соответственно Федеральному государственному образовательному стандарту для слабовидящих обучающихся. Прежде всего, хочу представить комплект пособий для первого, второго и третьего класса по урокам социально-бытовой ориентировки для детей с нарушением зрения. Это пособие мы достаточно давно издаем, его педагоги знают, оно дает возможность обучать малышей, у которых проблемы со зрением, вот тем навыкам быта, которым их необходимо обучить, потому что для того, чтобы обучить этих детей, понадобится, конечно, гораздо больше времени, чем для обучения детей с нормой. Эти пособия здесь даны конспекты уроков и те конспекты тех уроков, которые эти авторы, это педагоги, которые они используют в педагогической практике. Кроме того, я хочу представить в этом разделе две книги. Во-первых, это книга Ермакова. Книга, очень серьезный такой труд, это труд в мастическом всей жизни этого автора, Ермакова Виталия Павловича, что и как видят дети от рождения до 10 лет с сохранным нарушенным длинным. Это книга, которая включает в себя диагностику, описание, описание, как должно формироваться зрение. Для родителей это очень важно, потому что родители должны понимать, если у них ребенка возникают некие проблемы со зрением. Здесь даются рекомендации по профилактике, если зрение нарушается. Здесь в приложении этого издания есть таблицы, тесты, упражнения для проверки зрительных способностей. Причем у детей именно до 10 лет. До 10 лет практически у ребенка формируется зрение. И поэтому если у ребенка возникают какие-то проблемы, то это книга для тех родителей и педагогов, которые это будет и хотят, чтобы и для тех специалистов, которые хотят и работают с такими детьми. Кроме того, хочу представить еще одну книгу, это Крищенко «Ценсорное развитие дошкольников с нарушенным длинным в условиях специального и интенсивного образования». В этом книге также даны тематические и визуальные занятия и игры. Занятия рассчитаны на детей старшего дошкольного возраста и младшего школьного возраста. Здесь различные игры, упражнения даны для активизации зрительных функций. И такие занятия для снятия зрительного напряжения, для развития тактильного слухового и зрительного восприятия. Для обеспечения федерального государственного образовательного стандарта обучающихся тяжелыми нарушениями речи мы издаем достаточно много литературы. Это литература не только для детей, которые имеют действительно тяжелые нарушения речи. Пожалуйста, вот сейчас мы готовим учебный комплект богатый, в который входит комплект учебников обучения грамоте, рабочая тетрадь и методическое пособие. Ну и как всегда, как я уже сказала в начале, учебник обеспечен электронной версией. Но кроме учебника мы издаем очень большой спектр методической литературы для педагогов, которые работают с людьми, имеющими различную степень речевого нарушения. Различную. Пожалуйста, вот я представляю методическую литературу для работы по русскому языку с обучающимися речевыми нарушениями речи. Это Алмазовой и Телеверстова пособие русскому в школе для детей СНР. И методика работы на сложенные предложениями на уроках русского языка Зикеева тоже для обучающихся для работы с обучающимися тяжелыми нарушениями речи. Очень много литературы мы издаем и для работы методической литературы и практических учебных пособий для работы с детьми имеющими общее межразвитие речи. Вот пособие Рудик практически коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Диагностических материалов много издаем. Здесь в этой презентации я представляю совершенно новую книгу Кривощаповый диагностический материал для обследования речи у детей дошкольного возраста 4-7 лет. Я сказала, что мы издаем достаточно много такой литературы, которая касается работы с детьми с различными нарушениями речи. В данном случае пожалуйста хочу представить книгу Астаховой «Формирование графомоторных навыков младших школьников». Это пособие, которое состоит из практических заданий по формированию у младших школьников графомоторных навыков и коррекции их нарушений. Это большая такая большая работа, которая имеет приложение. вы видите, что здесь есть электронное приложение. В этом электронном приложении можно распечатывать большие листы, на которых проводить вот такую тренировочную работу. Проверка правильности заполнения этих листов, правильности и способности графической деятельности и так далее. в этом комплекте есть металлическое пособие, как работать с этим материалом, который дает автор. Кроме того, у нас есть достаточно интересные пособия, которые рассказывают об интересном опыте педагогов. Например, пособие Трифоновой, занятие по развитию дошкольников и младших школьников и именем метода младших и терапевтов. Автор разрабатывал этот метод, она активно использовала его в своей педагогической работе. И вот теперь мы выпустили книгу с тем, чтобы педагоги могли ознакомиться с этим методом и, возможно, принять его и использовать в своей педагогической деятельности. Также хочу представить еще одно из таких достаточно известных пособий, которые издает наше издательство. автора «Шкавро», коррекция устной речи, учащихся начальник школы, дифференциация звуков «РЛВ». Таких пособий у нас достаточно много, разных авторов, и это очень важно. Они широкий спектр. Пожалуйста, я представляю пособие автора Аспульской предупреждение и коррекция дезорфографии у детей 2-5 класса общеобразовательной школы и ее же пособие «Локопедическое лото», в котором представлена система обследования детей с речевыми нарушениями. Есть ли, например, у них слабая речиная активность, локализация и так далее, и так далее, и так далее. То есть пособие предупреждения и коррекция дезорфографии у детей 2-5 класса сопровождается диском, на котором записаны конспекты занятий. Так же, каковые другие педагоги могут использовать в своей педагогической работе. Интересное пособие и ракительное предупредение нарушения чтения письма у детей младшего школьного возраста. Это пособие было подготовлено автором не логопедом, однако бабушкой, у которой внуки имели серьезные нарушения чтения письма. Она разработала очень оригинальную методику работы с детьми и вот эту оригинальную методику мы вложили в этих трех выпусках. Она не подходит для работы со всеми детьми. Однако может быть интересно некоторым родителям и специалистам для работы с определенной категорией детей. Особенно здесь предлагается методика приемов работы корректировки недостатка ключевого развития у детей. те приемы которые были на практике выработаны автором этих трех пособий. Мы издаем широкий спектр различных логопедических тетрадь. Назаренко логопедические занятия с детьми ограниченные с общим недоразвитием речи с первого по третий класс. Представляю также логопедическое тетрадь для коррекции дисграфии дислексии у младших школьников автора Оглоблина. Новые пособия которые мы выпустили недавно Дунаева и Яблова нарушения слоговой структуры слова у детей с общим недоразвитием речи. Это тоже конспекты логопедических занятий. Логопедические тетради автора костюм здесь представлены не все буквы но тем не менее они тоже интересны потому что уровень работы по этим тетрадям предполагает разный уровень речевых проблем у детей. Также хочу представить ну наверное это известно тех логопедам и тем кто работает с детьми имеющими проблемы речевые Иншаков Вольфа Борисовна альбом для логопеда ну в общем такая настольная книга для любого логопеда плюс я хотела бы представить еще три таких три папки с карточками это не книги это карточки развитие читательских навыков это комплекты карточек вы посмотрите внимательно что каждая из этих папок она включает определенные звуки определенные буквы работать с этими карточками достаточно удобно мы мы уже давно тоже издаем этот практический материал и знаем что для логопедов это большое подспорье также хотелось бы представить еще такой комплект который имеется в нашем издательстве мы тоже давно работаем с ним это комплект который готовили пособие которые готовили не логопеды которые готовили медики это комплект пособий для работы и восстановления связанной речи как у детей так и у взрослых после травматического или постинсультного состояния то есть это приобретенное разрушение речи в связи с травмами или болезнью эти три пособия они связаны между собой они дают возможность и дают методику работы с людьми на разных этапах восстановления речи и эти пособия очень важны потому что им можно воспользоваться и для взрослых детей для взрослых людей это не только для работы с детьми в этом слайде я представляю как раз вам комплект пособий автора Батеевой она у нас автор учебника для вуза и вот ей подготовлен опыт 25-летней учебной работы с детьми имеющими общий недоразвитие речи тяжелые нарушения речи это как раз четыре пособия которые сейчас готовятся в нашем издательстве и выйдут в ближайшее время по формированию речи по формированию демокричной речи формированию звуковой структуры речи и фразовой речи вот такие четыре пособия также отдающие возможность педагогу использовать этот материал практически и свои работы теперь хотелось бы сказать о тех обучающихся задержках психического развития для которых мы готовим также учебники и лечебные пособия самое важное что мы готовим для этой детей мы готовим а уже даем это большой учебный садик для обучающихся в ЗПР триггера шельдоводной и другие пилосоавторы он называется обучение грамоте в соответствии с федеральным государственным организационным стандартам входит федеральная перечня учебника это комплект по обучению грамоте для первого дополнительного и первого класса по варианту 7.2 в этот комплект входит учебник подготовка к обучению грамоте для первого дополнительного класса методические рекомендации к нему учебник подготовка к обучению письму и чтению в двух частях методические рекомендации к этому учебнику рабочая тетрадь Я учусь в статусе, подготовка к обучению письму и электронные формы этих учеников. То есть это полный комплект для работы с детьми с задержкой физического развития для первого дополнительного и первого класса. Также хотелось бы представить пособие АЗИ на легофедическое сопровождение младших школьников с задержкой физического развития на основе использования фольклорного материала. В этом пособии представлена методика, которая основана на использовании в ходе коррекционно-развивательной работы детьми фольклорного материала. И направлена на формирование двигательной сферы, совершенствование зрительно-пространственных функций и временных памяти развития речи и памяти детей с задержкой физического развития. Кроме того, хотелось бы представить пособие Бабкиной «Саморегуляция познавательной деятельности детей с задержкой физического развития». Это пособие, прежде всего, предназначено для специалистов. Для специалистов, которые работают с такими детьми, для студентов, которые обучаются на гипотологических факультетах, для сотрудников ПМПК. Все-таки это в большей степени пособие рассчитано на тех психологов, педагогов, физиологов, которые работают с детьми и детьми. Что касается детей с расстройствами аутического спектра, обучающихся трасс, то здесь пособий у нас не так много. Но, тем не менее, мы издаем две книги. Автор Рудик. Одна книга «Как помочь аутичному ребенку» и вторая «Коррекционная работа с аутичным ребенком». Сейчас в нашем издательстве готовятся еще два издания для работы с аутичными детьми. Но, к сожалению, не так много авторов, которые пишут на эту тему. Это достаточно сложные дети. Работать с ними достаточно тяжело. Но, тем не менее, сегодня, в связи с инклюзией, ряд этих детей попадает в общеобразовательные классы. И работать, конечно, педагогу, который не имеет биологического образования, с этим ребенком в классе достаточно сложно. Поэтому мы подготовили эти два пособия. Они взаимосвязаны между собой. Одно пособие для педагога, который, прочитав это пособие, он поймет особенности физического развития детей с аутизмом. В этом пособии дана клиника «Психологическая классификация», сравнительные характеристики развития моторики, методы коррекционно-педагогической помощи. А вот как помочь аутичному ребенку пособие того же автора, оно предназначено не для педагога, а для родителя. Педагогу и родителю такого ребенка, конечно, нужно работать в связи для того, чтобы они понимали, как ведется в обучении этого ребенка и воспитании этого ребенка. Получается, что фактически у них нет возможности родителю и педагогу понять, что происходит с ребенком, как его воспитывать, как обучать. И здесь описаны роль вот этой совместной работы специалиста и родителя в формировании личности аутичного ребенка. Федеральные государственные образовательные стандарты образования обучающихся членов на отсталости с интеллектуальными нарушениями мы обеспечиваем достаточно широко. Во-первых, ну, прежде всего, вариант первый. Вариант первый, почему? Потому что пока еще образовательные, социально-образовательные организации, которые обеспечивают этот стандарт работы, мы выпускаем только учебники и комплекты учебников, но и учебные пособия, и широкий спектр металлических пособий. Прежде всего, хотела бы представить комплект автора Кудрины, учебный металлический комплект «Митры для человека». Ну, вы знаете, что раньше этот студент назывался «Окружающий мир», то у нас был как раз комплект, который назывался «Окружающий мир», но затем, после принятия стандартных образовательных контактов новых, этот комплект будет заработан, и вот он сегодня уже выходит по новым названием «Митры для человека». Это полный комплект учебников, начиная с первого дополнительного класса и почва «Окружающий мир» быть за пяти лет обучения. Каждый класс обеспечен учебником рабочей тетрадью, электронной версией учебников и методическим пособием. Есть также еще и по урочной разработке ко всем классам. Ну, не ко всем классам, а с первого по четвертый класс. Такие по урочной разработки имеются. Вот это вот отдельная книга. Она у нас выходила раньше, но учителям оно нравится, мы продолжаем попасть в его издалон. Эти комплекты полностью готовы, они сегодня есть. Автор работает достаточно давно. И эти учебно-методические комплекты, их электронные версии, можно также посмотреть и на сайте нашего издательства. Вот на этом слайде как раз рассказывается об электронной форме учебников к этому комплекту «Мир природы и человека». И как раз то, о чем я говорила. То каждому из них есть инструкция, инструкция может быть скачана на сайте издательства. Они могут открываться в любом формате. Они могут открываться на любом оборудовании, независимо от того, компьютер, планшет, интерактивная доска. Любое программное обеспечение подходит для того, чтобы открывать эти учебники. И для этого не нужно приобретать специальную программу, потому что открываются эти учебники на программе, которая находится в открытом доступе в интернете, бесплатно. Также хотела бы представить новую УНК, которая готовит наше издательство для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Называется ЭТО УНК «Речевая практика». И сегодня авторами подготовлен и изданный издательство комплект учебника рабочей тетради, методикой, электронной формы учебника с дополнительными материалами для первого класса. Второй класс подготовлен издательством, и мы будем сейчас проводить экспертизу учебно-технического комплекта для второго класса этой осенью. Но авторы работают, и в полный комплект мы надеемся, что в следующем учебном году у нас уже не будет. Это тот предмет, который раньше назывался «Устная речь». И, собственно говоря, сейчас по федеральному государственному стандарту он называется «Речевая практика». Ну, собственно говоря, это комплект и предназначен для работы по развитию Устной речи на уроках в школе. Теперь, что бы мне хотелось еще представить. Ну, те, кто работает с детьми, имеющими институционные нарушения, знают этот наш комплект. Мы давно с ним работаем. Это комплект учебников по истории России 7, 8, 9 класса. Он также обеспечен всеми предположающими материалами, электронными версиями учебников, где повторяется не только сам учебник, но и дается дополнительные материалы и дополнительный, там не только дополнительный иллюстративный ряд, но еще и тестовые материалы. Каждая учебник сокровождается металлическим пособием, поурочными разработками, к каждой практически пенсии, тоже седьмого по девятый класс. В настоящее время авторы готовят рабочие издраги к данным учебным пособиям, которые, скорее всего, выйдут именно вот в этом учебном году. Также я представляю учебные пособия по чтению русскому языку известного автора Воронкоя Леонидовна Пассивны для 2, 3, 4, 8 класса по чтению и по русскому языку для 2 класса. Это известные пособия. Здесь также есть по разработке по русскому языку. Леонид Васильевна, автор, известный. И эти учебные пособия известны тем, кто работает в детстве, имеющимися в виртуальное нарушение. Хотела бы представить тоже еще одного автора Хлебосова по природоведению и географии. Это учебно-методический комплект. Мы его подготовили достаточно давно. Но он у нас сегодня издает не как учебник, а как учебное пособие. Когда мы выпустили этот комплект на рынок учебной литературы, то, конечно, получили обратную связь. И педагогам показалось, что это достаточно сложное пособие для работы с интересными с интеллектуальными нарушениями. Но поскольку и среди этих детей также есть инференциация, кто-то в большей степени имеет нарушения, кто-то более умственно сохранен. Поэтому эти учебники, эти учебные пособия, я еще раз хочу сказать, что это как учебные пособия мы выпускаем, мы сегодня все-таки продолжаем выпускать, потому что некоторые педагоги, не исходя из того, каких они учитывал, в данном учебном году опираются на данное учебное пособие. Большой спектр литературы, который выпускает арт-издательство по ручному труду. Пожалуйста, мы представляем столярное дело, пособия для 10-11 классов, тех образовательных организаций, которые здесь будут образованы, обучающиеся в помещении интеллекта, авторы, педеметры, лидеры, 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 лидеры. Недавно мы издали пособие автора Фролова «Техническое моделирование». Это практическое пособие для 5-9 класс, где даны конспекции занятий, даны различные модели, которые на уроках столярного дела могут подготавливать дети с индивидуальными нарушениями. Это различные игрушки из дерева. То вторая книга предполагает изготовление, не предполагает, а автор работал с этим материалом, движущиеся деревянные модели, которые также сготавливают на роботу, да, вместе с обращающимися нарушениями. Картонажно-переплетное дело. Пока сохраняем мы у нас две технологические альбом и учебники для детей с нарушением интеллекта. У нас комплект с 5 по 8 класса штукатурно-монерного дела. Здесь также у нас учебники, спровождающие металлические материалы. После самому делу учебно-металлический комплект для 5 и с 5 по 9 класса также хотелось бы представить себе, представить вам книгу по чтению и развитию устной речи для представительного класса автора Лещинской. Автор тоже очень известный. Это букварик, металлическое сопровождение к букварику, которое мы в педагоге также используем в общеобразовательных организациях для обучающихся, для образования обучающихся в членственной отсталости. Широкий спектр различных полночных разработок мы выпускаем по различным предметам. Руки географии, пожалуйста, планирования, комплекции уроков, руки внеклассного чтения, представляем различные пособия по ручному труду, металлические пособия долгачевого обучения общественно-полезного интервью. Художественно-трудовая деятельность в одноклассной работе. Самый-самый широкий спектр такой металлической литературы для педагогов, работающихся в медицине. Здесь, вот на этом слайде, мы представляем все учебные пособия, рабочие страты, методические пособия для организации проведения в обучении математики, где в школах обучаются дети отмечены отсталостью. Здесь мы представляем, прежде всего, кроме методик, рабочих стратей, кроме различных справочников, мы представляем или начинаем представлять комплекты по математике начиная с 5-го класса. Вот вы видите авторы Фадеева, математика, рабочие страты, металлическое пособие к 5-му классу. Сейчас как раз мы готовим электронную версию учебника математики 5-го класса. Авторы работают на комплект учебные методические для 6-го класса. Вот вы видите, что рабочие страты нам уже выпущены. И еще ряд вы достаточно активно пользуются. Также мы представляем ряд таких интересных интеллигических способствий, которые представляют опыт педагогов из различных регионов, приобретенных этот опыт именно в работе с обучающимися с учебными отсталостями. Вот мы хотели бы представить два таких необычных пособия. Во-первых, это конспекция уроков с использованием компьютерных технологий. Здесь различные уроки по разным предметам, но именно там, где используются компьютерные технологии в ходе урока. И интереснейшее пособие театральная педагогика в начальной школе для внеурочной работы с обучающимися тяжелыми множественными нарушениями речи. Здесь тоже должны данные такие поурочные разработки. Именно авторы этого пособия и них опыт театральной работы, то есть театральных постановок работы в развитии. Это очень интересное пособие. Кроме того, хотелось бы представить учебно-металлические комплекты по социально-бытовой ориентировке. У нас их несколько. Все они имеют целый ряд учебных пособий и которые сопровождаются металлическими пособиями. Это комплект субчевый с 5 по 9 класс. Это комплект Миранюк и Вершины. Это комплект Миранюк и Вершины. Авторы тоже рабочие тетради с 5 по 9 класс. Это комплект для 5 и 6 класса рабочих тетрадей автор Жестовская. Они все отличаются от другого учебные пособия. Делается в каждом из этих комплект на разную тематику, но тем не менее все они интересны. И каждый педагог может использоваться в полной мере или частично. и кроме того хотелось бы представить здесь учебно-технические программные материалы по стальной лечебной 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 кроме того опять я здесь представляю справочник выпускника, который дает возможность ученику, который закончил школу, в данном случае специальную коррекционную школу, человек, этот выпускник имеет возможность все время твои знания подкреплять этим справочником знания полученные в школе. Также хотелось бы представить еще несколько таких пособий по раздутию речи именно для обучающихся нарушения интеллекта. Например, пособие Шикерева «Деловое тесно». Конечно, такое пособие оно по этому пособию можно работать и с детьми с нормой. Но тем не менее, для детей зарушения интеллекта это очень важно, потому что для них требуется достаточно больше времени, чтобы обучить их вот такому документу как правильно писать тесно, как писать деловой тесно, как заполнять заявление, как написать автобиографию, как писать открытку, поздравительную открытку, как заполнять различные планы, расписки и так далее, и так далее, и так далее. То есть ведение различных деловых бумаг, с которыми любой человек сталкивается со своей жизнью неоднократно. Представляют также различные книги по методике обучения и воспитания детей с интеллектуальными нарушениями. У нас достаточно широкий теснер такой методической литературы, методической литературы общего характера по воспитанию и обучению детей. Также есть целый ряд методических и практических пособий по развитию речи на уроках литературного чтения. Это и практические пособия по написанию на уроках изложения изложения по развитию литературного чтения и подготовке учащихся имеющихся нарушения и учащихся в школе письменному экзамену выпускного который издают по русскому языку по закону основной школы. Такая литература тоже у нас будет. Кроме этого я хотела бы представить еще и такую литературу такой блок литературы который издает наше издательство касающийся не детей с нормой не детей с интеллектуальными нарушениями. Но мы знаем с вами что сегодня в школу приходят дети которые ребенок с нормой он сохранен все нормально но при этом в начальных классах он использует определенные трудности к усвоению прежде всего роста языка чтения математики даже сегодня которые в этой сложности и трудности к усвоению программ начального школа по образованию мира. Вот мы в этой серии уже выпустили книгу забрал постенционный дидактический материал для занятий с детьми испытывающими трудности в усвоении математики в первом классе и комплект педагогов действующих вверх практический материал для занятий с детьми испытывающими трудности в усвоении программы начальника школы по математике русскому языку и окружающему мире. Эти пособия могут быть использованы не только педагогам но и родителям потому что они могут эти пособия могут помочь оказать свою помощь в этой деятельности и в освоении детской программы для начальной школы. Здесь в этом слайде мы представляем ряд пособий методик тетрадей рабочих методических таких рекомендаций по организации интенсивного обучения. Здесь например хочу обратить ваше внимание на автора Чернышева здесь у нас целый комплект это практика по работе с учащими с пятых шестых классов когда понятно что эти дети пришли из начальной школы и продолжают испытывать трудности в своей нескольной программе вот такие уроки оптичной коррекции заработаны учителями это педагоги студии школы и вот ее опыт должен в этих трафиках и в дни тупик заработать. Кроме того обращаю ваше внимание на психологическую литературу в данном случае здесь представлена у нас книга «Психологическая коррекция» в условиях инклюзивного образования это тоже пословие для психологов и педагогов хочу обратить еще на один блок литературы который издает наше издательство это литература для работы в детях которые находятся в детских домах или приемных семьях литература это очень важная особенно для тех родителей которые решили принять ребенка в своей семье и поэтому опыт здесь допустим автор Коломатина это его опыт как справиться с проблемами адаптации воспитания ребенка в доме и опыт педагогов который работает детская домах и такая сила у нас издается мы очень много издаем психологической литературы которая дает представление о том как осуществлять психологическое сопровождение детей с ограниченной возможностью на здоровье здесь будет представлен ряд литературы и литературу которая еще диагностики и развития детей с ограниченной возможностью на здоровье кроме того мы не даем литературу по воспитанию и обучению детей с грибиантным поведением с различными именем нарушениями поведения и хотелось бы представить также ту литературу коротко ту литературу которую мы даем для будущих специалистов для студентов психологических специалистов здесь представлена наиболее известная наша литература новая литература и доработанная и переизданная но фактически это литература для того чтобы качественно подготовить специалиста будущего специалиста детекторка который будет работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья на этом в общем-то я нашу литературу представила вот вот здесь наоборот наши данные наш страйк когда мы будем поговорить с ним посмотреть на том что это версия учебника и так что ваша жизнь вот на этом наоборот и все спасибо всем за внимание спасибо Ольга Ивановна, есть вопрос во вкладочке «Вопросы». Посмотрите, пожалуйста. Слышно, да? Так, подскажите, пожалуйста, все ли представленные УНК входят в федеральный перечень учебников? Часть входит, большая часть входит. Зикеев, Кудрина, Горбацевич. Часть входит, но часть учебников только готовится, но мы их издаём всё равно, как учебные пособия. Потому что процесс прохождения экспертизы очень длительный, громоздкий. А учителям сегодня нужна литература, поэтому мы, когда готовим УНК, мы его издаём, и одновременно он у нас проходит экспертизу. Если в ходе экспертизы сделаны какие-то серьёзные замечания, то, соответственно, УНК переделывается, в соответствии с этими замечаниями авторы работают, и затем уже только учебник происходит в федеральном перечень. Уважаемые коллеги! Я благодарю всех за участие в нашем вебинаре. Особенно благодарю Ольгу Ивановну за обстоятельный доклад и интересный рассказ по теме. Я вижу, что на все вопросы Ольга Ивановна ответила, поэтому на этом мы наш вебинар заканчиваем. Ещё раз благодарю всех участников. Надеюсь, что мы встретимся с вами на наших новых вебинарах, на которые вы можете записаться в нашем расписании. Всего хорошего! До новых встреч на новых вебинарах!